Я думаю, ничего страшного не будет, хотя мне страшно. Кошмар, тут кошмар, кошмар. Страшно, страшно. Девочки, ну это просто трэш, бляха, муха, у меня нет слов. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня мы будем окрашивать корни. Как и всегда, мы будем искать супер краску, которая будет осветлять наш натуральный корень. Темный, у меня такой средний русый, в цвет без желтизны. Мы ищем именно такую краску, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, сегодня мы будем тестировать красочку от Сьез. Привлекла она меня по нескольким причинам. Первая причина, это то, что одна из моих подписчиц написала мне, что она использовала такую краску Сьез. Единственное, в другом оттенке. У нее было 13,5, по-моему, если я не ошибаюсь, а у меня 13,0, потому что 13,5 не было. А 13,5 это с каким-то отливом, как я поняла, там, пепельный, с чем-то. Но у меня идет классический, то есть ультра осветлитель. Второй момент, почему он меня привлек, потому что, смотрите, на обратной стороне показано, что он чуть ли не черные волосы. Здесь у нас темно-каштановый. Посмотрите, в какой цвет осветляет. А вот, например, каштановый, вот, еще светлее, да? А светло-каштановый, вот, вообще блонд шикарный. То есть мой средний русый, он должен супер-классно осветлить. Я так боюсь даже, чтобы они не получились светлее основного моего цвета. Какой здесь процент оксида, я не знаю. Возможно, 12. Таких вот обычно не пишут. Но мы почитаем. Ну, просто, чтобы вы знали, для сравнения, до этого я красила красочками, у которых рисунок сзади вот такой. Понимаете, да? И он оставляет желтизну. То есть у меня даже темнее. Вот русый. Хотя русый нарисован. Ну, здесь прям блонд какой-то, да? У меня вообще средний русый. Или темно-русый. Ну, на фоне белого, конечно, кажется, что он темно-русый. В общем, вот это в желтизну, чтобы вы знали. Корни желтые, получается, от этой краски. Хотя это мусс-осветлитель. Стойкое осветление до двух тонов. Ну, будем использовать сьез. Одна девочка мне тоже написала, что здесь, она говорит, какой-то порошок. Но я ей показала и сфотографировала, что здесь нет никакого порошка. Здесь вот такой идет осветляющий крем. То есть идет крем-красочка. Вот такой вот крем. И вот такая вот эмульсия. И не написано, какой процент. Шварцкоп написано. Сьез, это Шварцкоп у нас, что ли? Смотрите. Написано Шварцкоп. Вот, видите, веньгру. Что у нас еще здесь? В комплект входит вот такой аппликатор, чтобы было удобно наносить. Кстати, предыдущей красочкой я осветляла Лореаль. И мне очень понравилось. В комплекте идут перчаточки. Также идет кондиционер для волос от Сьез. И здесь у нас что? А вот он и порошок, похоже. Блонд, активатор, ультра плюс. Может быть, все-таки порошок. Внимательно прочитайте инструкцию по применению и мере предосторожности. Следуйте указания. Продукт может вызвать серьезную логическую реакцию. Избегайте попадания в глаза. Если продукт все же попал, тра-та-та-та-та-та. Да, девочки. Порошок. Правильно, значит, она все говорила. Я не увидела порошок. Вот они в комплекте. Перчаточки. Сейчас будем читать инструкцию. Итак, я все прочитала. Знаете, все, когда вот порошок становится сразу страшно. Я уже было, хотела передумать, красить. Но думаю, блин, девочкам, наверное, интересно. У меня просто есть уже на примете еще одна краска, которую я даже уже видела, как красили. И вроде получилось неплохо. Но она будет в три дорого стоит, чем эта краска нам вышла. И, естественно, у нее у всех есть такие деньги красить. Поэтому я должна протестировать на себе именно это. Я думаю, ничего страшного не будет. Хотя мне страшно. Итак, мы берем вот этот вот флакон, с проявляющей тут вот у нас эмульсией. Флакон-аппликатор, с проявляющей эмульсией. Открываем его. Засыпаем туда наш порошок. Отрезаем здесь вот по линии. Защитная мембрана. Сказали, что она уйдет, как только мы будем закручивать эту тему. Ну-ка. Ушла. Действительно ушла. Только она там валяется, внутри. Теперь сюда мы всыпаем наш порошок. Не написано, что сразу нужно трясти, поэтому осветляющая теперь у нас эмульсия синего цвета. Мы тоже ее туда. Красивый цвет. Мы все перелили. И написано, что в горизонтальном вот таком вот положении нужно перекатывать медленно. А потом потрясти. Сначала перекатать вот так. В горизонтальном положении. Ну ладно. Что-то я перекатывала-перекатывала, она ни хрена не перекатывается. Я решила интенсивно болтать. Пока, короче, все изнародным не станет. Смесь синяя. Очень похоже на осветляющий порошок. Может, это и есть конкретный порошковый осветлитель? Только манипуляции придумали такие, да? Там крем-краска, порошок, там еще что-то. Типа не страшно. Ну, мне страшно, я-то знаю. Пойду кофточку еще переоден. Вдруг замарывает. Надеваем наши перчаточки. И написано, что сразу-сразу нужно наносить. Видимо, там реакция уже происходит. Внутри. Господи, на что я подписываюсь? Ну, поехали. Здесь все равномерно. Как всегда, короче, наношу вот так вот. Вы уже это знаете, я не буду это долго снимать. Руками распределяю вот так все. Да? Я думаю, каждый умеет красить корни. Поэтому вернусь, когда все накрашу. Ой, дышать ничем. Кошмар, тут кошмар, кошмар. Короче, девочки, я не знаю, сколько надо держать. Сейчас быстро посмотрю. Прошло 5 минут, как я накрасила. Посмотрите на мои корни, они просто белые. Ну, вот здесь не смотрите, это я сначала не красила. Вот. Я уже просто вижу, что они поднялись, и поднялись конкретно. Все, все корни. Я боюсь, что много держать не надо. Это уже можно было бы с ним смывать. Знаете, такая, накрасила все и смываешь. Потому что все белое. Вообще, просто. Все белое. Посмотрите, гипельно-белое. Я боюсь, что оно очень сильно может все осветлить. Поэтому я сейчас быстро посмотрю, сколько. Я думаю, точно не меньше 10 минут надо держать. Что-то мы очень быстро укладываемся, по-моему. Страшно. Страшно. Девочки, там написано, что нужно держать 30-40 минут, пока корни не сравняются с вашим основным цветом волос. Но они уже сравнялись, я говорю, через 5 минут. Посмотрите, ну, посмотрите, они сравнялись. Поэтому я сейчас оставшуюся смесь проэмульгирую все. Просто, чтобы не было слишком светло. Мне страшно. Больше всего я не люблю неравномерности. Девочки, ну, это просто трэш, бляха, муха. И у меня нет слов. Прошло 5 минут. А если бы я держала, представьтесь, вдруг они отвалятся. Блин, я сейчас реально все взяла, намочила. То есть я это, почти смыла уже краску. Просто проэмулигировала. Пипец, девочки. Пипец. А не цвета моих ногтей. А, боже. Я надеюсь, я это все не зря делаю, девчонки. Ой, крошки. У меня легкий шок. Это я не ожидала, правда. Короче, что я могу сказать по поводу краски. Там действительно порошок. И это похоже очень на осветляющий порошок. Потому что во время того, пока я красила под пальцами, я прям ощущала порошок. Второй момент. Это очень страшно. Я не знаю, чтобы было и чтобы было через 30-40 минут, как там написано. Мне кажется, они могли бы отвалиться. Не знаю. Когда я начала смывать все, я даже 2 минутки, подержав вот эту эмульсию на голове, уже с водой, да, по всей длине, прям конкретно почувствовала травму своих волос. Конкретно. То есть, они прям вот уже их смываешь и понимаешь, что они были подвергнуты опасности конкретной. И такого просто не было от других красок, например, таких. Ты смываешь и волосы приятно смываются даже без шампуня. То есть, саму краску пока ты смываешь, они уже какие-то увлажненные, с маслами, там еще что-то. Здесь такого не было. Когда я помыла все шампунем, то есть, конкретно я почувствовала травмированные волосы. Единственное, что все спас бальзам от Сиос, который там же у них в красочке шел. То есть, я его буквально нанесла вот так вот, все-все-все, да, одна минутка. Я его начала смывать и все, и волосы заструились. Стало приятно. Я не знаю, что сейчас получится, когда мы все это смоем, потому что у меня такого не было еще результата. Я немного в шоке. Может быть, после этой краски она расположена, чтобы потом тонировать волосы, но я как бы не рассчитывала на это. Вот, поэтому сейчас я немножко пойду отойду, приду в себя. Потом мы с вами будем делать мой основной уход и сушить волосы, и посмотрим, что же в итоге произошло. Если вам интересно, оставайтесь, не переключайтесь. Я вернулась. Так я еще сказала, не переключайтесь, как Андрей Малахов, да? Короче говоря, будем делать мой уходик. Но все равно какие-то более тонированные по длине волосы. Корни такие там желтые. Но мы на мокрах не судим, да? Мы уже знаем, что они высушиваются и другой цвет получается. Ой, я не знаю, как назвать это видео. Экспресс-окрашивание или такого я не ожидала. Вот одно из двух, мне кажется, самое то его назвать. Очень подходит. Значит так. Первым делом я беру спрей DAV. Еще у меня есть спрей Олен. Но мне нравится вот так, больше аромат. Еще у меня водичка какая-то есть. Тоже для волос, по-моему. Кондиционер. Но Фаберлик кондиционеры я не очень люблю. Поэтому DAV я люблю. Все прям вообще как следует прям. Он помогает расчесывать волосы, увлажняет. Я спре не жалею. Тем более после такого. Часто спрашивают у меня, как-то ухаживаю за волосами. У меня уже столько видосов. Каждый раз в окрашивании я всегда одно и то же делаю. И все равно спрашивают. Все. Я уже сама вся увлажнилась. Делаем лицом. Где крышка? Ой, твою мать. Стой без крышки тогда. Масло и масло. Масло у меня, кстати, вот такое. А любашка моя забыла. У меня свое масло. Она вот пользуется вот таким. Она уже не первый раз его покупает. Говорит очень классное. Прямо забыла целое полмасла тут. И расстроилась. Не расстраивайся. Я скоро к тебе сном приду. Вот. Сейчас, короче, вот так вот мы все перемешиваем. Сейчас я чуть-чуть их приращешу волосики. Потом буду масло наносить на кончик. Волосы после дав отлично расчесываются. Вот я беру, чтобы вы понимали, как я это делаю. Я ни в коем случае не деру волосы. Если они не идут, я не иду. Я просто вот. Все. У меня прям расческа, она на самом деле под волосами скользит. Она никак не застревает. Очень аккуратно это делаю. Все. То есть я чувствую каждую волосинку. Чтобы вы понимаете, никак она не травмируется от расчесывания. Если у вас так не идет расческа, как у меня, то не стоит делать. Не стоит расчесывать их мокрыми. Они должны быть хорошо увлажнены. Обрызгнуты. Но дав в этом смысле мне нравится. После него хорошо еще свой свой. Свет такой непонятный. Какой-то альбиност получился. Желтый какой-то альбиност. Так, все. Все, расчесаю кончики. Теперь берем. Можно будет даже два раза сделать. Беру свое маслице. Вот раз два сделаю. Еще два клика. И вот так прям делаю кончики. Это масло не оставляет следов. Ничего не слипается. Но это дорогое масло. Оно где-то стоит там больше тысячи. А есть масло более бюджетное. Шварцкопф. Мы тоже пользуемся с Любашкой. И оно нам очень нравится. Аромат. Я уже его показывала. Такое небольшое. Вот. Если у вас кончики плохо расчесываются со спреем, то стоит вот так вот маслицем еще сделать. И они вот расчесываются еще лучше. Ну все. Буду сушить теперь. Ждите результатов. Точнее ждем вместе. У них волосы. Я должна ждать его больше всего. Ну что. Все. Я посушила волосы. Что я в целом могу сказать. Мы сейчас с вами пойдем еще на свет. На свет божий. Хотела сказать. На свет дневной. И посмотрим, что у меня при свете дня. Потому что здесь могут быть непонятные цвета, падающие сверху. В целом мне кажется, что у меня все равно какая-то, знаете, вот незатонированная верхняя часть. Какая-то она такая желтоватая. Да. Они сравнялись полностью. То есть корни с... То есть я надеюсь вам видно. Они очень сравнялись идеально. С основным цветом. Но все равно у меня тонировочка какая-то подлиннее. Я вижу. Хотя немножко я ее убрала. Пройму лигирую все это. Вроде бы цвет однотонный. Никаких пятен нет. Сзади. Посмотрите. Так, да? Вот. В целом неплохо. То есть у меня сейчас встреча будет. И мне в принципе не стыдно так пойти, да? Но отбелил он, девочки, конкретно, могу вам сказать просто. Ну вот, посмотрите, да? И это всего лишь, я вам реально говорю, 5 минут на моих волосах. Это реально может быть экспресс окрашивание. То есть если я решусь на это, я понимаю, что я очень куда-то спешу. И 40 минут, 30 минут я не могу ждать. Я взяла эту краску, пока нанесла. Но наносила бы я ее, наверное, без конца. Потому что хоть у меня и осветлились там волосы, но, по-моему, чуть не так, да? Как вам кажется? Чуть не так. Ну я так смотрю, что осветлились, но не так, как сверху. Вот. Поэтому я бы сзади начинала вот так и все сюда наверх. Потому что, в принципе, осветлять мы всегда должны с затылка. Потому что затылочная часть всегда осветляется медленнее. Так мне говорила мой мастер Анечка. Привет. Я надеюсь, у нее сердце не сжималось, когда я тут красила волосы. Если она, конечно, успевала смотреть мое видео, потому что она тоже занятая вся. Что еще могу сказать? Могу сказать, что это действительно страшно. И могу сказать, что это действительно работает. То есть, то, что у нас здесь на картинках, девочки, это реально. Вместо порошка можно использовать этот съез. Но очень быстро красить, очень внимательно. И с затылочной части. Буду ли я использовать еще эту краску, я не знаю. Но я буду знать, что это самый быстрый способ окрасить мои волосы. А, у них же есть еще 13.0. То есть, мне не нравится, что он без оттенка появился. Он просто классический белый какой-то, да, пшенично-белый. Сейчас посмотрим на дневном цвете. Возможно, он будет красивый сейчас, знаете, как классика пойдет. Но еще у них есть разные оттенки. То есть, он красит с оттенком. Возможно, я бы попробовала еще раз. Но пока мне надо от этого окрашивания отойти. Девочки, следующее наше окрашивание будет... Мне еще почему было очень больно это делать? Потому что я знаю краску, реально, которая крем-краска, которая осветляет волосы с красивым оттенком. У меня знакомый блогер уже сделала себе. Но я все это видела не в реале, а видела все это на фото. Поэтому я должна сама поэкспериментировать, прежде чем говорить вам, что за краска и как она работает. И я решила сначала проэкспериментировать вот этот бюджетный вариант. Он стоит 250 рублей, и эта краска. Та краска другая, она профессиональная. И она стоит будет дороже. В два или в три раза. Ну, в два точно. Поэтому я должна была сначала это проэкспериментировать. Не на свои волосы, честно говоря. Денег не жалко. Но ради эксперимента я готова пойти на какие-то не очень крутые эксперименты. Я не думала, что это получится такой крутой эксперимент для меня. Но ради вас, для того, чтобы вам показать, все. Да? Я готова. Я вообще не купила. В некоторых местах я очень купила. Вот. И, значит, следующее окрашивание у нас будет такое. Если там реально краска работает, делает красивый отлив такой, прям не желтый, а холодный такой красивый, с розовинкой. Короче, что-то прикольное. То я вообще хочу себе затонировать ей все волосы. В общем, посмотрим. Знаете, оно в теории одно, а на практике другое. Я не буду прямо у окна остановиться. Чуть-чуть подальше. Просто дневной свет. А то солнце засветит нам все. Да? Ну, смотрите. Ну, в целом, неплохо. Мне нравится. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Экспериментируйте. Не бойтесь, меняйтесь. Если вы где-то в душе хотите покраситься, красьтесь. Тем более сейчас лето. Всегда что-то изменить интересно. Но при этом берегите свои волосы. Кстати, волосы мои чувствуют себя хорошо. Отлично. Даже на удивление. После масочки от СИОС. После моих всех уходов. Все прекрасно. То есть, они прекрасно себя чувствуют. Вот. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Люблю вас. Целую. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok